Хрущевки. По статистике в них проживает около двух миллионов петербуржцев. Однообразные районные блочные застройки могут вогнать в тоску любого, кто здесь окажется. Но есть группа ребят, которые придумали, что же с этим делать. Вот они, те, кто решил покончить раз и навсегда со своеобразными символами советской архитектуры. Ксюша и Даня из архитектурно-строительного, Таня из Академии художеств, Полина из Политеха и еще девять ребят под руководством наставника Владимира Кузьмича Линова разработали свой план по реконструкции более ста существующих в Петербурге кварталов с панельной застройкой. Во-первых, есть претензии к внутренней планировке квартир. Но самое главное, что сильно изношены инженерные системы. Это системы отопления, водопровода, газоснабжения. И, конечно, нужно утеплять эти дома. Ну и в связи с этим можно менять эстетику фасадов. Для отработки всех идей ребята от макетов и схем переместились в один из типичных порталов с хрущевками, который был найден в Невском районе. Здесь можно найти все основные качества, характерные для кварталов того времени, то есть для середины 60-х годов. Вот вы можете увидеть дома в таких кварталах, как правило, стоят параллельно друг к другу. Таким образом, дворы как таковые отсутствуют. Нашим предложением было разбить наш один большой квартал на большое количество маленьких микроквартальчиков, как бы. Каждый из которых обладает собственной визуальной идентичностью. Для каждого из которых мы разработали собственный визуальный архитектурный стиль. В каждом из этих квартальчиков появляется собственный двор. Он непроезжий. Он богат и насыщен элементами благоустройства, площадками для игр, знаете, спортом. А еще вместо старых балконов новые из стеклопакета. На крышах дома загородного типа, на первом этаже магазины и кафе, а во дворах общественные сады и огороды. Таким образом, по мнению ребят, жилые кварталы должны полностью преобразиться. Сейчас ребята продолжают работать над своим проектом. С ним они хотят выступить в комитете по градостроительству. И кто знает, в каком доме мы проснемся в ближайшем будущем. Субтитры создавал DimaTorzok